Ребята, выдыхаю просто. Очередное путешествие с острова. Мы отправились сегодня в 6 утра в штат Нагаленд. Для того, чтобы попасть в штат, нужно получить разрешение. Нужно добавить некоторые документы на сайт, заплатить 50 рупий и получить разрешение. Иначе туристы и также местные индусы попасть туда не могут. В общем, мы ехали в Нагаленд, мы поняли, что мы опаздываем. Мы сменили, я не знаю, сколько транспорта. Переплыли на лодке. Сейчас где-то 4 часа дня, наверное. Мы не добрались до этого Нагаленда, потому что это реально далеко. И мы остановились в отеле в деревне. Что удивительно, я вам потом комнату покажу. Удивительно, что отель в деревне за 1000 рупий на двоих достойный. Как бы я ни работала в Индии, нас часто отправляют в другие города, нам дают отели. Города бывают совершенно разные, популярные, туристические направления не популярны. Это совершенно не популярно. Здесь туристы, это редкая изюминка этого города, потому что взгляды, которые вы получите, приехав сюда, они просто неповторимы нигде в Индии, я так думаю. Поритор. На самом деле, довольно-таки удобно. Вот видно, что из окна пальмы, да, выглядит все привлекательно. Сейчас я вам покажу уже, ладно, не помню, что там снаружи. Ремонт ведется. Посмотрите, классно, сюда пальмы, там все. Посмотрите на вот это вот. Людям вообще похеру, они просто берут и выкидывают мусор из отеля на улицу и все. Сейчас покажу комнату. Вот так. В Индии курица может по крыше гулять. Нереально вопрос, какого хера она там делает, блин, на доме, на сарае, на сарае. О, это просто капец. Это мы вот в этом штате. Нагаленд. Ой, господи. Нагаленд. Манипура сам что-то мужчина рассказывает. Спасибо. Короче. Типа кафе. Не, 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 не. Из Цайпруса. Цайпрус, Цайпрус. Турки, турки. Турка. Да, да, да. Короче, маркет в деревне. Вообще ничего. Конечно же, из-за этого я есть не захочу. Баданы. Всякие печенья. Мы уже третий день или четвертый едим печенье, потому что больше нахрен есть нечего. Это очень обидно. They have something. I don't know. Да, это тяжело путешествовать, конечно. Я жалею, что я с собой не взяла орехи. О, кстати, они продают здесь орехи. Ой, это, блин, знак от вселенной. Ну-ка, посмотрим, сколько они стоят 50 рупий. Ну-ка, посмотрим, сколько они стоят 50 рупий. Ого. Sound from this. Прикол. Видимо, как-то звук проходит. Как люди до этого додумались, выходят через Мию. И туда. Получается, мы гуляем над другой страной. Ну, прикиньте, вообще, я гуляю над другой страной. На горе. А вот там уже Мьянмар. Вот это все уже Мьянмар. Представляете? Вот там где-то официальные границы проходят. Но отсюда не видно. Но вон высшая точка там. И вот как-то она идет, короче, по низу, не знаю. Класс 1, класс 2. Похоже, что это школа. Прикол. Я не злюсь, если они, типа, все вообще сидят на полах и учатся. Я уже так наблюдала за одной деревенской школой. Но они сидят на полу. Блин, ну это не похоже на школу. Ну, в смысле, да, в моем понимании, что такое школа, как я... А, вон, смотрите, они учатся. А, там просто, короче, 500 детей в одном классе. И учитель стоит. Что-то прибежали. Бывают-бывают такие деловые, типа. Что ты нас снимаешь? Не думаю, что здесь люди могут обидеть. Наверняка все очень простые. Говорят, наверное, демон нашей деревни. Кажется, пришла. Она повторяет меня. Повторяет меня вообще. Демон, говорит, нашей деревни. Приколистые. Хранили черепа в этом дереве внутри. Поэтому оно выглядит, знаете, как... Типа, когда вот есть игры, да, где трюбаки ходят, скелеты, типа. Вот оно так же выглядит. Блин, это так стрёмно. Вообще, жесть. Туман в основном всегда, потому что штат сам по себе известен своими дождями. Ливневыми. Сейчас не сезон, но все равно утром был дождь, и днем тоже немного капал. Ну, не днем, а утром, поздним утром. Короче, невозможно увидеть практически никогда горы в самом настоящем, настоящей красоте. К сожалению, ну, что поделаешь. Скоро, ну, короче, получается, эти люди живут на две страны. Вот мы забрались к, в общем, как она называется у них, на пограничников зоны. И это территория Мьянмара, получается, уже. И мы сидим на ней незаконно. Прикиньте. Я вообще в шоке. И я вообще вот думаю, вот моя жизнь, да, я нахожусь, получается, в том месте, где последние люди Индии. То есть это самое последнее село Индии, Восточной Индии. Дальше уже другая страна. В смысле, они даже не находятся на территории другой страны. Они, получается, на двух сторонах, двух сторонах, двух стран. Вот. И я нахожусь в том месте, где живет король, где племена были дикими, и они убивали людей. Кстати, я думала, что они до сих пор некоторые убивают, оказывается, уже нет. Прикиньте. Вообще, я просто в шоке. Я вот думаю, реально, это моя жизнь. Когда мы ходили, так сказать, то здесь, это место, о нем говорят много в учебниках, в школе индусам. О нем говорят, там, может, по телевидению, не знаю. Но это место не для туристов. Сюда не приезжают. Если сюда приезжают, то приезжают очень редко. И как бы местные, ну, я имею в виду индусы, не иностранцы. То есть я нахожусь на самом зарождении, этапе зарождения туризма здесь. И я понимаю, что туризм будет зарождаться каждый год. Они сейчас, типа, строят дороги, короче. Вот, отели, отели. Там, где мы остановились, это не отель, это как бы здание правительства. Вот. И его отдали, можно сказать, в аренду для того, чтобы открыть там отель. И они сейчас делают пристройки. Другие люди отдают свои жилые дома под гостиницы. Они делают из этого хоместей. Типа, ну, остановиться с местными у них дома. Вот так вот из серии. Вот. И понимаете, это всё только начинается. Я нахожусь на этапе зарождения туристического бизнеса, чего не хотят местные. И, возможно, этого даже не произойдёт. Туристического бизнеса в месте, где находится, где есть король, где люди были головорезами и ганнибалами. И всё, что они знают, это сказать «бай» вместо того, чтобы сказать «хай». То есть они хотят даже... Просто они знают это слово, это уже как бы многое значит, на самом деле. Я думала, что для них английский это будет что-то, как совершенно другая цивилизация, как собственно... Слушайте, какой интересный. Я не могу. На самом деле эти люди просто не хотят меняться, я думаю. Они хотят быть как раньше. Всегда же есть в селе те, кто хотят быть как раньше. Hello! Собачка такие милашки. Я даже в Непал захотела. Мне кажется, там очень атмосферно. А теперь прикиньте, просто у меня такой иногда шок. Я представляю себе квартиру на восьмом этаже в Саратове и вот это вот всё. Наверное, дедушка у мужчин старенький. Прикольно они детей носят, смотрите. Я думала, они угору. А то они детей так носят. Получается, кто делал на лице татуировки, это значит, что бывало у людей... Он уже его перефоткался с ним. Он понимает хинди или нет? Он не понимает. А, значит, он пять человек убил. Пять человек? Пять человек. Пять человек. Он хочет оставаться как новой бомбой. А, значит, они хотят сейчас уже жить в новом поколении, типа, меняться. Ну, как и вся эта деревня. Я так понимаю, Надин, кто остался. Он даже знает про конфликт Россия и Украина, прикиньте. Так странно. Видишь, что явно странно происходит? Кажется, это из шаманизма пришло. Он говорит, он себя хорошо не чувствует. Тут у него боли вытягивает, короче, вот этой штукой огнем, что ли, не знаю. Что-то еще супер странно. Я суетует. Это нехуй за серьги придают? Это, типа, музей, короче, покорил, покорал. Это прикол. Это, типа, воинские заслуги. А им что за это медали-то, интересно? Что, где я? Что, где я? Что-то пошло из шаманизма, скорее всего. Я думаю, что они смогут. О, Боже. Все, прямой репортаж с наркоманской пачухи в какой-то деревне с ганнибалами. Фу. Сейчас, я смотрю. Это не... Чтоб мама моя не смотрела. Ладно, я такое не курю. Короче, мы находимся в Мьянморе. Знаете, в чем сам прикол? Мы уже в нем. То есть, ну, как бы, я сегодня весь день не понимаю, что происходит. Вот эта граница. А вон там находится домик. Где он там у нас? Сейчас посмотрим. Короче, мы его уже пересекли. Это официальный дом. Где он? Я не вижу его на камере. Где-то он, короче, там. Официальный дом. Вот он. Вот он там. Граница между Индией и Бьянмором. Но так как они лояльны друг к другу, у них нет. Я говорю, мы сюда пришли. Вот эта нулевая точка. Я говорю, а где эта армия? А где вообще? Че? Я говорю, мы типа уже можем дальше идти по стране по-другой? Говорю, да. Ну, конечно, если меня споймают, там уже без паспорта вообще, просто гуляют такая. Но я могу сказать, я не понимаю ничего по-английски. Че, извините. Но меня все равно в тюрягу заберут. Ну, может, и не заберут. Вероятнее всего, нет. Вероятнее всего, блин. Что-то у меня нет энтузиазма, как раньше все проверяет такое. Наверное, просто я не с теми людьми. Я же всегда очень... Это я одна, когда я такая там матерая. А когда с кем-то я уже такая, ой, ну ладно. Но если говорить, что там типа стрёмно и туда лучше не ходить, ну ладно. Типа. Одна очень интересная информация про это место. Короче, мы ждем посмотреть одно из хомстей, вот, Лонго Вилледж. Вот то, что мы могли бы выбрать, но не выбрали. Говорят, что здесь комнаты, ну как бы нормальный, но вид вообще офигенный. View from here is really amazing actually. Короче, вся история такая, что в прошлом году, или в этом, получается, несколько месяцев назад армия из Индии убили 14 человек случайных, жителей деревни. Вот под этим деревом хранили головы. Головорезы отрубали головы и хранили под этим деревом. Посмотрите на него, оно реально выглядит, как куча костей сложенных. Короче, вот, история такая, что военные случайно, так как это граница с Мьянмаром и Индией, много нелегальных вещей, они продают опиум, они, короче, разные штуки там продают нелегально. Вот, и раньше здесь также была террористическая, ну, местность была террористически, как бы опасная. Тут были свои, как вот есть талибаны же, да, тут были свои общины, такие, террористические, сектантские, говорю. Сектантские тоже были, вот, и, короче, история такая, что 14 человек были случайно убиты просто потому, что водитель не остановил машину, а эти, прикиньте, армия подумала, что это, эти люди, они террористы, потому что он не остановил тупо машину с 14 людьми, и все они погибли, представляете, из-за этого это место было закрыто. И мы приехали как раз несколько дней назад, они открылись, и они только начали формировать, как бы подготавливать его к, относительно этому слову, можно сказать, туризму. Ну, блин, здесь офигенно вообще, грязно, конечно, здесь везде грязно, потому что они коптят, и все, вот эта коптильня идет к потолку и на столы, и везде. Вот, и, короче, 14 человек было убито, и они только заново сейчас открывают это место, вот это вот готовится, все готовится, наш отель тоже, он готовится постепенно к открытию, и вот сейчас будет с первого по десятый фестиваль, один из самых известных здесь. Вот, но мы на него не попадаем, потому что уже должны будем уехать. Мне нравится, мне нравится то, что такая дверь желтенькая, занавески. Это даже стильно, ого. But this is nice. Ни хрена не видно. Ого, это, короче, так все просто вообще, из панелек таких. У меня потолок на даче сделан из такого, такой же панели, вот так же пробитый по бокам. Занавески такие, марли какая-то вообще. Окно прекрасное, как обычно. Окно, окна в Индии, это вообще боль. О, смотрите, какой вид он. Просто вечером такая чашечка чая, и тут ты, и вообще пофигу. Насколько тебе комфортно, насколько тебе чё, просто выглянул, и вообще кайфуешь. Прикол. Короче, вареные листья какие-то. This is a rajma. Ой. This is a nagada. Какие-то бобы. Роти. What is this? Egg creamy. А, egg creamy. Мы попросили. Ахренеть. О, райс, мандер, райс. Угу. О, с ума сойти. Хочу вам немного рассказать, где мы остановились. Напугать вас, наверное, что ли. Смотрите. Это одно из четырёх мест, где можно остановиться, находясь в деревне Лонгва на Голландии. Напротив нас находится дом короля Лонгвы. А ещё знаете, в чём прикол? Половина этого дома находится на стороне Мьянмар, а половина на стороне Индии. То есть задняя часть – это страна Индии, а вот этот перед – это страна Мьянмара. Совершенно другой страны. Так как граница официально разделена чуть ниже по периметру, она идёт ниже. Но это официально. Так как было до этого, считалось, что это место, оно уже относится, то есть оно ещё наполовину относится к Мьянмару. Но официальная граница находится ниже. Неофициально. Это часть другой страны. Ну и, короче, вот в таком отеле мы остановились за тысячу рупий в ночь. Вот. Холодной воды нет. В смысле, вообще никакой воды нет. Нам её наливают, когда мы просим. И воду греют тоже, когда мы просим. И что ещё хотел сказать? Света тоже нет. Он появляется просто раз там в час на пять минут. Вот это самое интересное. Это дом короля Лонгвы. Король Лонгвы, ну это знаете, как завхоз, короче, у нас в России. Завхоз. Король Лонгвы это до сих пор, так как это племя, которое на протяжении многих столетий существовало здесь. Племя называется, их название Нага. Сказать. Это я какой-то день уже оголдевшая, я вообще не понимаю, в смысле, что происходит. Мы где-то в какой-то наполовину Мьянмар, наполовину в Индии, по соседству дома этого короля, короче. А вот этот король, он что делает? Он разрешает, даёт разрешение или запреты. Ну, на местном они всегда у него типа спрашивают, там, можем ли мы открыть магазин, допустим. И он даёт им разрешение. Вот такой король. У него сорок жен. Сорок жен. Твою мать, что вообще? Сорок жен и, короче, хреново тьма детей. Сколько я точно не знаю. Жители деревни все очень мирные. Я приехала сюда в надежде на то, что я смогу увидеть... В надежде на то, что я смогу увидеть племена людей, которые здесь были раньше. Потому что они, это, короче, они были головорезами. То есть, как их по-русски-то называют? Люди, которые убивают и едят людей. Это ганнибалы. Вот, я вспомнила, да, ганнибалы. И, короче, они раньше были... Сейчас вообще что-то интересное я вам покажу. Они раньше были ганнибалами. И потом, ну, соответственно, с годами они начали уже модернизироваться и становиться современными. То есть, уже никакого ганнибализма здесь нет. Люди уже одеваются в нормальную одежду. Если раньше, они все были покрыты. Вот, смотрите. Вообще капец. Это моя друга, собака моя. Он там лежит. Короче, раньше они были головорезами. И они убивали и ели людей. То есть, другие племена там. Вот. Сейчас же они стали более современными. Начали открывать магазины. Но туристы для них это совершенно что-то новое. Дороги еще здесь не построены. После того, как индийское правительство сменилось на Моди, Моди стал модернизировать дороги, которые раньше никому не были интересны. То есть, сейчас он начал заниматься этим штатом, Нагалендом, который находится уже, можно сказать, в Мьянмаре, в другой стране, на самом окраине, самый последний штат. Это, знаете, как их еще называют? Последние люди Индии. Потому что они живут на самой конечной точке восточной Индии. Вот. Ну и, короче... Видите, увидите короля Нагаленда. Я сейчас вам покажу. Он вон там в колодце копается. Ну, короче, это он. Сейчас мы его дождемся, пока он... Это его дом. Это его жены. Говорят, у него 40 жен. Ого, они что-то занимаются какими-то... Ого, я хочу такую штуку себе. Хеллоу, ого. Можно прикупиться у них. С какими-то зубами даже. Нифига себе. Прикольно. А если я буду носить с зубами украшения, это нормально? Это, по ходу, человеческий. Офигеть. Какие-то чашки, кружки. Блин, либо они продавщицы, либо они жены. Я не знаю. Но вот эти штуки, кстати, красивые. Тоже с какими-то клыками. Офигеть. Вот это сумка, смотрите. Боже. Да такие вещи просто продавать можно в России. О, вон они уже здороваются. Короче, он нам сказал, вы можете зайти в мой дом. Но сейчас это чистая коммерция, потому что... Блин, они все хотят денег, чтобы этому королюшу-то приносили. Ого. Вон шеф, это какая-то англез. Имя. Не знаю, как его зовут. Ого. Прикол. Баптистское. Короче, вот он. Ого. Вот он нарядный стоит. С какими-то иностранцами. Вот национальное, как они выглядели, это племя. Он какой-то немного даун, если честно. Я когда к нему подошла, говорят, она из России. И он на меня такой смотрит, типа... И что-то там мочит. Вот этот прикол. Ого. Это прям воинственные. Смотрите, какие штуки. Воинская броня. Ого. Охренеть. Где мы вообще? Прикиньте, это Индия, блин. Это... Это этот... А, я думала, что это для обороны. А это, видимо, как барабаны используются. Ну, типа не барабаны, а гонги, типа того. Мне кажется, я русский язык забыла. Я извиняюсь за свою... Информационную... Какой-то... Ого. Это что? Кучи, кучи просто черепов. Боже мой. Страшно. Не знаю, что здесь красиво, но, по-моему, страшно. Так, идем дальше. Это комнаты. Не знаю. Служов. 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 Короче, по мне, так он просто завхоз. Ну, завхоз, но он такой, типа, племенной завхоз. Не как у нас дядьки ходят в пиджаках, в деревнях. Это прям племя. Ого, этот... Ну, ничего особенного. Тут уже кухня. Крыска бегает. О, смотрите, вот все это продают. Боже, как можно это не купить вообще? Ну, к сожалению, я совсем бюджетный путешественник, поэтому я не думаю, что я так куплю что-нибудь из этого. Крыска. Да, вот это я контент наснимала, конечно. А вот национально-традиционная печь. Смотрите, какая она прикольная. Да, интересно. Собака, привет, такая бедная. Короче, у нас то второй день уже драка. За ревность этот ко мне идет, а тут тоже ко мне идет. Вот они такие, давай типа друг друга кусать. Чья Марина? Ну, посмотри, ну, ты шо ты с моими штанами-то натворила? Все. Ну, хватит. Есть. Нет, здесь собаки вообще другие, отвечаю. В Индии вообще не просто, не здесь именно. Он залез за ногу и его берет такой. Ты че делаешь-то вообще-то? Типа пересаживались как-то там на рикше, на автобусе, на рикше, на автобусе, на рикше. Короче, теперь приходится брать здесь какой-то поезд и ехать на нем. Ну, это вообще-то типа электричка. AC chair car. Вот так.